Нифига себе! Да-да! Мы приправы просыпались, снимаем! Просыпаюсь! Что опять? Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий, добро пожаловать на канал ДПЛАПС! Сегодня мы вам расскажем про тепловые машины на основе органического цикла Ренкина. Мы будем начинать строительство нашего стенда для тестирования этого всего. Будет очень интересно. Господа, в прошлом видео я вам рассказывал, как можно использовать низкопотенциальную тепловую энергию, например, воды из скважины, воздуха или тепла земли для отопления своего дома. В серии про тепловые насосы. Это все хорошо, но многим бы хотелось использовать низкопотенциальную энергию напрямую для выработки электричества. Для этого мы можем использовать тепловую машину на основе органического цикла Ренкина. Что это такое? Как вы знаете, существуют тепловые машины, работающие на энергии пара. Например, паровые турбины, паровые двигатели поршневые и прочие вещи. КПД таких машин, например, паровых турбин, электростанций сейчас достигает 40-45%. Но температуры рабочего тела воды в современных турбинах от 300 до 500 градусов с огромными давлениями. В нашем случае у нас нет источников тепла с такими температурами. Все, что мы можем удовольствоваться для нормального КПД, например, температура выхлопа ДВС, либо при охлаждении каких-то технологических процессов, процессов экструзии и т.д. либо использовать геотермальные источники тепла. Для примера, если мы возьмем источник с температурой в 350 кельменов и дельты между нагревом и конденсацией 80 кельменов, то тепловой КПД такой машины будет составлять 20%, что, в принципе, неплохо, с учетом того, что данная энергия нам не нужна. Ее надо либо утилизировать, либо она просто может доостать ее из земли. Но реальный механический КПД, я думаю, процент будет при таких температурах процентов 10-12. Что мы можем использовать в качестве самой тепловой машины? Мы можем использовать поршневой двигатель. Также мы можем использовать различные турбины, как осевые, так и центробежные. Также мы можем использовать спиральный компрессор. Например, спиральный компрессор – это обратимая машина. Также мы можем использовать винтовой компрессор. Особенности работы на органическом цикле рейки заключаются в том, что в качестве рабочего тела мы берем органические вещества. Чаще всего для этого используются всеразличные фреоны. Так как удобно с ними работать, можно подобрать необходимую температуру кипения, и в них растворяется масло. Они не токсичные, и некоторые из них не горючие. Теперь расскажу, как мы будем подбирать рабочее тело. То есть рабочее тело, мы будем использовать всеразличные фреоны, должно соответствовать следующим параметрам. Главное из которых – это давление при нашей рабочей температуре, температуре нашего источника. Оно не должно превышать механическую прочность, но и рабочее давление нашей тепловой машины. В данном случае мы будем использовать спираль для тестов и изначально спиральные компрессоры. В нашем случае это где-то 25-27 бар. И также его температура конденсации должна быть как можно ниже, в разумных пределах, чтобы мы могли добиться как можно большей дельты. Сейчас, я думаю, на температурах до 150 градусов нагревателя и температуры конденсатора где-то 10-12 градусов, мы будем использовать, пробовать, например, фреон R11. То есть это фреон изначально использовался в качестве пенообразователя, а также для использования в низконапорных холодильных установках специфических компрессоров. Его температура кипения 23 градуса и критическая точка. Критическая точка – это то давление температуры, в которых жидкость уже не можем отделить границу между паром и жидкостью. Жидкость переходит в сверхкритическое состояние. Это не пара, не жидкость, а специфическое состояние. И с таким состоянием мы не можем работать по той причине, что будет непонятно это работать. Короче, компрессор не рассчитан на работу со сверхкритической жидкостью. А температура критической точки у R11 что-то около 300 градусов. То есть нам вполне он подойдет. Его цена в районе 2,5 тысяч за килограмм. Мы его прикупили, будем пробовать. Он не горючий и масло в нем растворяется. Сейчас R11 фреон в подобных установках заменяют R245. Он стоит около 4,5 тысяч за килограмм. Его очень трудно найти, не небольшие объемы. Также мы можем попробовать в качестве теста промывочный фреон R141B. Температура кипения 49 вроде градусов. Но остальные параметры не суть важны. Он вполне себе даже в канистрах хранится из-за высокой температуры кипения. Тут же сразу возникает вопрос, почему мы не можем использовать стандартные фреоны с низкой температурой кипения. Например, тот же R22. То есть он вполне себе хороший фреон. Но у R22 при температуре нашей рабочей нагревателя 150 градусов он давно уйдет в сверхкритическое состояние. И к тому же давление этого газа при 150 градусах, я думаю, будет около 100 бар. Это уйдет за рабочие параметры нашего компрессора. Также мы не можем использовать пропан. Во-первых, страшно, что он горючий. А во-вторых, у него еще хуже будут эти параметры. Также мы не можем что-то высококипящее использовать. Например, я не знаю, там, спирт этиловый. Потому что температура конденсации у него высокая. И давление, например, паров на 150 градусов, дай бог, будет там 3-4 бара. И что для нас мало. То есть надо подбирать, чтобы при температуре нагревателя нашим заданным давление примерно приближалось к максимальному давлению работы нашей тепловой машины. Тогда все будет как надо. Для тестирования этого всего мы соберем стенд, в котором будет электрический нагреватель с развитой поверхностью нагрева. Мы специально, увидите, тены запихали в металлические трубки, чтобы не было локального перегрева фреона. Потому что фреон может при большой температуре разлагаться с выделением вредных веществ, ну и вообще распадаться. Нам надо равномерно его нагревать. После этого нагревателя мы будем переходить к нашему компрессору, который будет работать как тепловая машина. После этого фреон будет конденсироваться, попадать в конденсационный насос. И насос будет закачивать обратно в наш нагреватель. С компрессора, с этого мы будем, он будет нам вырабатывать электричество, которое мы будем нагружать тены. И таким образом смотреть, сколько мы потратили энергии, сколько выработали. Ну что, господа, давайте перейдем к нашему стенду. Будем объяснять, как мы его будем еще собирать. Так, господа, давайте начну рассказывать про наш стенд. Стенд не новый, он уже был частично до этого собран, но пришлось переделать. Во-первых, у меня не было таких классных пацанов, как Николай Иванович. А так как, видите, рук у меня немного, одной рукой мне тяжеловато все делать. Остальные не понимают, что делать. Вот, короче, мы его решили переделать. Еще из основных причин была проблема вот в этом нагревателе. В нем стоял штатный тен, и как бы на поверхности тена происходил перегрев нашего рабочего тела. То есть, площадь поверхности тена была довольно-таки маленькая. Что мы решили сделать? Начнем с нагревателя, который вы уже видели в одном интересном ролике. Кто-то правильно сказал, да, или это электрокотел. В общем, мы что взяли? Толстостенную трубу, заварили ее. В нее вварили дюймовые трубы. В эти дюймовые трубы вставили киловаттные тены. Вот, это воздушные киловаттные тены. И залили это все для лучшей теплопередачи алюминием. Получается, площадь поверхности довольно-таки большая. И теплонапряженность не такая большая. То есть, будет тепло... Наше рабочее тело будет нагреваться по всей поверхности. Мы поставим латор, будем регулировать мощность, которую нам надо. Что тут дальше происходит? Дальше влагосепаратор здесь стоит. То есть, пар перегретый поступает сюда. Там такая вот спиралька есть. В общем, и капли неиспарившейся жидкости стекают обратно в нагреватель. А испарившая же жидкость нормальная, которая, она выходит сюда. Данное смотровое стекло стрёмно использовать. Мы его не будем. Все-таки температуру не держат. Вот, переделываем вот из этой штуки. У нас такое будет смотровое окошко. Смотреть, как здесь что. Потом, собственно, пойдет на наш тепловой двигатель. Этот, кто смотрел игры на канале, у него годы, он не его переделал. Он из него сделал BLDC-генератор. Его сейчас чуть вклинило, но разберемся. Будем тестировать и его. И вот вы видите тоже BLDC-компрессор от Теслы. То есть, компрессор-кондиционер от Теслы. Он легко вырабатывает электричество. Ему надо было, я его разобрал, вынул только обратный клапан. И если у него даже дунуть, вот там, 5-7 бар из сжатого воздуха. Просто сейчас делать не будем, все масло выплюнет. Он вполне себе активно крутится. Вот. И очень хорошо, так скажем, утилизирует энергию. Мы пробовали с Ваней его крутить азотом от 20 бар вроде бы. И он охлаждал. Ну, воздух на входе там был комнатной температуры. А на выходе он охлаждался до минус 35. И вот этот маленький компрессор около 6 киловатт электричества производил. Так что, думаю, он сюда очень хорошо подойдет. Он под R134. Но, я думаю, бар 20, если он 25 выдержит, не взорвется. После этого у нас все будет идти на конденсатор. Конденсатор здесь маленький. Мы считаем, влепим вот такой вот дублик. Вполне себе. Вот. Здесь водяной контур. Подача, обратка. После чего это будет идти на конденсационный насос. Вот он. Конденсационный насос тоже делал Игорь Негода. Мы его чуть сейчас переделаем. Это тоже вклинило после моих экспериментов. Там масло закоксовалось. Это двигатель от роторного компрессора. К нему приделан снизу шестеренчатый насос. Вот. Вот здесь он стоит. Ну и, собственно, все обварено наглухо герметично. Он так себе бодро качает. То есть, шестеренчатый насос тем хорошо. Если даже паровая фаза проскочит, он быстро проплюется. Не за воздушность. Он может давить приличное давление. То есть, ему там 20 бар надавить как нифиг делать. Ну, собственно, здесь будут еще фильтры. Вот холодильный будем использовать, потому что по давлению подходит. Также манометры и т.д. Здесь сделаем систему управления. Здесь у нас так все аккуратненько будет. Ну и будем тестировать. Я думаю, вы скоро это увидите. Сейчас тут надо там сварить в порядок все привести. И вперед. Перед заправкой система будет выкумиться. И уже без присутствия воздуха будем заправлять фреоном. Вот у нас есть... Что у нас есть из фреонов? Вот у нас есть СПИР-141Б. Это промывочный фреон. Чуть его раздуло от тепла. У него температура кипения 49 градусов. Также у нас есть с 42 градусами кипения. Так называемая сухая вода. Тяжелая. Тоже, может быть, попробуем. И давайте я вам попокажу. Вот здесь затарились. Это наш фаворит. Я думаю, вот он лучше всего будет работать. Это вот Р-11 такой вот у нас баллон. Я думаю, с него мы и начнем. Вот. В ближайшее время. Собственно, что потом по плану? Мы потестируем это на малых масштабах. Если у нас все заработает нормально. Ой. А оно, скорее всего, у нас заработает нормально. Вот. Если не взорвется. Ну, не должно, в принципе. Давления не такие большие. Там есть чего поставим какой-нибудь предохранительный клапан. Вот. Это вот туда-сюда. И будем пробовать. У меня есть большой винтовой компрессор. Используйте уже его. Ну, тогда поздоровее все сделаем. Нагреватель и т.д. И уже в больших масштабах потестируем. В будущем хочется просто сделать такой любителем. Для любителей альтернативной энергии. Назовем его двигатель на нихрена. Это в смысле двигатель на органическом цикле Рекина, который в качестве нагревателя будет использовать тепло земли, а в качестве охладителя атмосферу. Летом, как его будет, земля в качестве холодильника, атмосфера в качестве нагревателя. А зимой наоборот. Но при дельте температуры, я не знаю, в 20 градусов, в 20 кельменов, которые мы можем добиться, ну, КПД будет там полтора процента, два. Но зато оно будет крутиться. И эта энергия же бесплатная, как все любят. Если сделать огромный двигатель бесконечного размера, то мы получим бесконечную энергию. То есть, главное, чтобы хотя бы нашего КПД хватало на преодоление сил трения и прочей ерунды. Но при больших размерах это сделать несложно. Но это, думаю, чуть позже в качестве эксперимента такую штуку сделаем. Господа, это все понятно, эксперименты и т.д. Но в каких сферах нашей жизни мы реально можем это применять? Ну, самое, что первое приходит в голову, это использование энергии, например, выхлопа и нагрева ДВС. Например, мы берем какой-нибудь дизельный двигатель, у которого в тепло уходится 60-70% энергии. А температура выхлопа довольно-таки большая. Температура охлаждающей жидкости, ну, небольшая, ну, там, около 100 градусов. Мы можем сделать двухступенчатую турбину Ренкина. Вначале использовать температуру охлаждающей жидкости, а потом температуру выхлопа. И, думаю, в принципе, еще дожать со всеми нюансами где-то процентов 20-25 КПД. И уже получится КПД нашего дизельного двигателя, там, не 40%, а 65. Что при большом стационарном генераторе, я думаю, ну, как бы оправдает на это затраты. Также, в принципе, можно и утилизировать тепло от майнеров. Но при таких температурах, ну, можем добиться КПД 10%, там, 100 кВт, там, с мегаватта. Ну, для чего-нибудь это пригодится. Также мы можем в качестве нагревателя для нашей турбины использовать любое топливо. Так как температура, ну, так как наше топливо горит при избытке воздуха, образовывается мало вредных веществ, нас не волнует детонация и т.д. Например, можем использовать в качестве топлива, там, мазуты и т.д. А также в качестве топлива можем использовать, в конце концов, даже дрова. Потому что если раздуть дрова, можно получить очень хорошую температуру. Можно. Можно. Да, смотрите ссылочку. Вот. В принципе, можно сделать газовый, там, настенный или напольный котел, который работает на природном газе. Что вначале наша горелка нагревает рабочее тело для нашей турбины Ренкина. И газ может нагреть до температуры 500 градусов легко. И потом в качестве холодильника использовать систему отопления. Пускай там 70 градусов. И, то есть, с дельтой, там, 430 градусов, мы можем добиться неплохого КПД. И, то есть, газовый котел будет помимо тепла вырабатывать электричество. То есть, это можно в качестве резервной системы, так и в качестве основной. У вас, например, есть подвод газа, и вы прямо из этого же газа получаете электричество. Это не моя выдумка. Подобный котел газовый, но только на основе двигателя стирлинга, делал то ли Вайсман, то ли ББДРОС. Но у них была такая, скорее, рекламная продукция, потому что ценник на него получался дикий. Потому что там использовался, чтобы добиться нормального КПД, там использовался двигатель стирлинга. В качестве рабочего тела у него был водород с диким давлением. Это сделать компактно из-за недорого, но не очень получается. Но, в принципе, эта вещь работала. Там вроде 2 или 3 киловатта было. Ну, также, в принципе, много применений. Ему можно попробовать из геотермальных источников, с кем-то там гейзеров и т.д. Вырабатывать, ну, у которых температура там не 300 градусов, а там 100-150. Тоже электричество. Так как, если энергии там очень много, нам, в принципе, все равно какое КПД. Нас волнует только получаемая мощность за определенные деньги. Ну что, господа, надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, поделитесь лайками. Всего хорошего. До свидания. Ой, старость, не радость. А мы не жалкие букашки. Супер-ниндзя-черепашки. Панцирь носим, как рубашки. Нормально, нормально. Если хорошо раздуть дрова, с них можно получить очень приличную температуру. Тебе надо было сказать, да, точно. Да, ну давай. Да. Вырабатывать здесь. Вырабатывать. Вырабатывать. А что так воды-то тут много? Господин Бендер Родригес, вы что тут? Слушать будете? Ну, слушайте. Пускай сайт-синь. В общем... Так, что-то наш язык навалил. Ура, наверное.